Спасибо большое. Очень приятно видеть столько заинтересованных лиц, хотя их стало меньше с первой лекции, но надеюсь, что кто-то вернется. Ну что же, следующая лекция также посвящена двигателем и, надеюсь, будет не менее интересной, чем первая. Такое изобретение, как двигатель Джеймса Ватта, наверное, известно каждому, кто как минимум изучал физику в школе. Насколько я помню, там об этом что-то говорилось. Но как раз длительная предыстория этого изобретения обычно нигде не рассказывается и, собственно, я и хотел посвятить эту лекцию. Сама значимость этого изобретения была оценена еще современниками Ватта. Вот, в частности, Иван Шлаттер, знаменитый российский горный деятель, хотя и немец по происхождению, писал в своей книге по рудному делу, что нет такого изобретения, которое бы разум человеческий столько прославить могло, как вымышление огнем действующих машин. Ну, это на самом деле так, потому что отсутствие подобного рода машин, оно в существенной степени тормозило горное дело, и не только, поскольку фактически, кроме водяного колеса, в то время, а речь идет о 17 веке в первую очередь, других, собственно, источников движения не было. И весь 17 век прошел, скажем так, под знаком идеи использования пара. К этому времени уже сформировалась общеевропейская научная система, то есть фактически все университеты, все академии наук, которые в это время как раз возникают в европейских странах, они были так или иначе между собой связаны. То есть, если кто-то где-то делал какой-то значимый опыт, об этом знали по всей Европе, а начиная с 18 века к этому, скажем так, к содружеству научному подключилась также Россия и США, где тоже были, точнее, в России была Академия наук Санкт-Петербургская, а в США просто были сообщества ученых, которые тоже работали в этой системе. И вкратце пройдемся по тому, что это были за идеи, которые опробовались на протяжении всего 17 века. Значит, первая из них относится к 1606 году и были одновременно сделаны в Испании и в Италии. В Испании Херониму де Айянс взял патент на способ поднятия воды. Значит, здесь вкратце видна эта схема, то есть, извиняюсь, пар, который производится в каком-то сосуде, он поступает в другой сосуд, откуда вытесняет воду. Соответственно, вода дальше может быть поднята на какую-то высоту. Ну, а аналогичную схему, вот здесь она изображена, предлагал итальянский ученый Джамбатиста Делапорта. Ну, так, чтобы немножко синхронизировать с нашей историей, 1606 год — это начало смуты. Ну, просто чтобы понять, что происходит в это время у нас. Следующее изобретение — это уже, ну, тоже, в принципе, те же самые годы, начало 17 века. Соломон де Кос, французский ученый, также в одной из своих книг демонстрирует способ вытеснения воды из сосуда с помощью пара. А вот уже в 67-м году Эдуард Сомерсет, второй маркиз Вустер, в Великобритании, соответственно, он в своей книге, которая с таким заковыристым названием, каталог названий тех изобретений, которые, как мне помнится, я проверил в действии и улучшил, то есть так хорошо подошел с юмором, где он действительно описал 100 изобретений технических и в том числе способ подъема воды. И, в общем-то, проведенные уже в 19-20 веке исследования показали, что, скорее всего, он действительно сделал такую установку, установил ее на стене своего замка. И вторым направлением, помимо вытеснения воды с помощью пара, было изучение действия атмосферного давления. Ну, собственно, впервые доказал наличие атмосферы и ее давления вот этот вот молодой человек, звали его Евангелиста Торричели, он был соратником и сотрудником, точнее, Галилея, и по его просьбе сделал такой опыт. Он налил в тазик ртуть, потом налил ртуть также в стеклянную трубку, перевернул трубку, опустил ее в тазик. Ртуть поднялась ровно на 760 мм. Это как раз то, что мы сейчас знаем, как 760 мм ртутного столба, нормальное атмосферное давление. Соответственно, вот на памятнике он изображен с этим самым барометром, который мы до сих пор используем. И второй важный опыт сделал магдебургский градоначальник Отто фон Герике. Так называемые магдебургские шары. Тоже довольно известный опыт, много раз демонстрируемый и в учебниках. Когда две половинки шара он соединил друг с другом, с помощью изобретенного им насоса откачал оттуда воздух, и эти половинки смогли разорвать, друг от друга отделить, лишь 8 лошадей, по 4 с каждой стороны. Это свидетельствовало о том, что когда внутри какой-то полости находится вакуум, точнее отсутствует воздух, на него действует атмосферное давление. Соответственно, это то, что было известно ученым Европы к середине 17 века. Ну и было еще одно направление, правда, в то время оно было скорее таким маргинальным, никакого практического выхода не имело. Это как раз то, что потом стало турбинами, о которых рассказывали в предыдущей лекции. А тогда это были скорее такие изобретения, ну, либо умозрительные, либо, вот, например, изобретение, предложение Такиюдина Аль-Асади в 1551 году, соответственно, это Османская империя. Он предложил вот этот поток пары направить на лопатки, а лопатки были соединены с вертелом для жарки мяса. То есть применение такое достаточно простое. Ну, дело в том, что пар в их предложениях не концентрировался, и много энергии терялось понапрасну. Поэтому здесь я, в общем-то, привожу это как пример того, что в этом направлении тоже были мысли, но практического применения они не имели. А вот кто впервые действительно предложил что-то уже действующее, это был французский ученый Дени Попен. Дени, простите, Попен. Значит, ну, человек непростой судьбы, поскольку он был гугенотом, а в это время гугенотом во Франции жилось, мягко скажем, не очень хорошо, потому что Вархоломеевская ночь, конечно, уже закончилась к этому времени, но гонения на гугенотов все еще продолжались. Поэтому ему пришлось практически всю жизнь ездить по странам Европы от одного двора к другому. Ну, коллеги ученые, к счастью, ему помогали. Он находил какие-то подработки при Академиях Таук различных стран. Первоначально он был по специальности врачом, но позднее, после знакомства с христианом Гюгенсом, он увлекся химией и физикой, и, собственно, в содружестве с Гюгенсом он предложил свое первое такое изобретение в этой области, в области плавых двигателей. Это пороховой двигатель. То есть предполагалось, что с помощью какого-то контролируемого взрыва пороха можно будет перемещать в поршень, которым, соответственно, можно перемещать грузы. Но понятно, что порох – это вещь такая сложно контролируемая, ничего у них особо не получилось, но сама идея поршневого двигателя, она, тем не менее, осталась и была развита им дальше. Также он предложил идею парового автоклава, то есть механизм, емкость которой плотно запиралась, и под давлением там можно было перерабатывать жир и кости. Тоже, в общем-то, использование пара. И еще позднее, в 1690 году, он предложил уже конструкцию и даже сделал модель поршневого двигателя. Ну, не двигателя, конечно, поршневого какой-то такой системы, для начала скажем. В чем был его смысл? Вот в сам цилиндр каким-то образом закачивался пар, ну, скорее всего, он просто нагревался с водой, а вот когда пар остывал, конденсировался, в цилиндре под поршнем образовывался вакуум. Соответственно, давление было низкое, и поршень шел вниз под действием низкого давления. Если к поршню привязать через шкив какой-то груз, то можно его поднимать. В этом была идея Попена. И, собственно, даже не только Попена, а еще и Готфрида фон Ляйблица, с которым вместе работал в это время Попен. Но фактически это был такой одноразовый экспериментальный образец, потому что после каждого действия надо было заново разбирать, каким-то образом получать пар. И это навело Попена на мысль, что пар надо получать в отдельном сосуде, ну, в паровом котле каком-то. И следующий вариант его двигателя выглядел вот так. То есть здесь уже был отдельный котел, но который, правда, работал уже без поршня. Точнее, с поршнем, но фактически там тоже происходило вытеснение воды, как вот в первых разработках, о которых я говорил. И вот именно на этой схеме эта вода потом попадала на водяное колесо. То есть это, опять же, был способ подъема воды, а не перемещения груза. Но здесь он предложил еще один важный компонент паровых двигателей, а именно двухходовой клапан. То есть это был клапан, которым можно было в двух положениях переключать поток газа, либо в воды. Это был очень важный элемент, который потом использовался во всех паровых двигателях и, в общем-то, сделал их возможными, их разработку. Ну, а первое уже действительно практическое применение в промышленности, честь этого открытия принадлежит Томасу Сейвери. Он был горным инженером британским, работал на корнеольских оловянных копьях, но о них мы еще поговорим подробнее, потому что как раз они были главным заказчиком и потребителем первых паровых двигателей. Значит, в 1692 году он издал, ну, в качестве такого своеобразного пиара, своего изобретения, вот эту вот книгу, которую назвал «Огненные двигатели» или «Друг Рудокопа» — «Miner's Friend». Соответственно, почему «Друг Рудокопа»? Дело в том, что как раз к этому времени, хотя горное дело уже достигло значительного развития и требовалось все больше и больше промышленность, в первую очередь британская, требовало большого количества полезных ископаемых, но возникла такая проблема. Чем глубже были шахты, тем больше они страдали от затопления водой. В принципе, если рядом находилась какая-то река, ну, этим можно было как-то решить проблему, там ставилось водяное колесо, и с помощью каких-то механизмов можно было откачивать воду. Но реки, понятное дело, были далеко не везде, поэтому там выходили по-разному из положения, где-то были водоподъемные механизмы с конным приводом, где-то такие, забыл, как они называются, ну, в общем, где люди переступают по колесу. Ну, в основном, конечно, конные. Это требовало дополнительных затрат, и был очень крайне нужен водяной водоподъемный насос. Ну, там, конечно, было горнякам, неважно какой конструкции, хоть паровой, хоть какой, главное, чтобы он был. И вот в этой области и работал Сейвери. Значит, здесь он, опять же, использовал тот механизм, который множество раз до него был описан, и вроде бы как Эдуардом Сумерсетом даже реализован. То есть механизм вытеснения воды паром. Ну, я вкратце покажу, ну, в подробностях, я думаю, не стоит на этом останавливаться. В паровом котле производился пар, он поступал в емкость, вытеснял из нее воду. Значит, нижний клапан закрыт, вода идет наверх, выливается. После этого верхний клапан закрывается, открывается нижний клапан, сама емкость остужается, пар в ней конденсируется, давление снижается, и вода засасывается уже снизу в эту емкость. И вот так вот циклически, ну, соответственно, эти двухходовые клапаны, они перекрывались вручную, там никакой автоматизации еще не было. Но для того, чтобы вода шла непрерывно, поскольку этот насос использовался в фонтанах, а там, понятно, что попеременно не очень хорошо, когда работает, использовались две камеры, которые работали попеременно, а поток воды, соответственно, был постоянным. Ну, вот это вот была первая такая паровая, паровая машина, которая применялась в промышленности, в первую очередь для подъема воды из шахт, для осушения шахт. Но у нее были очень серьезные ограничения. Поскольку пар давил на воду, надо было создавать очень большое давление, чтобы хоть с какой-то более-менее серьезной глубины поднимать воду. А давление поднять было нельзя, потому что технологии тому времени, но о них я расскажу чуть попозже, были очень несовершенны, и просто котлы и трубы, все, что можно, все это разрывалось, взрывалось, и, соответственно, высоких давлений достичь было нельзя. Но на первых порах пользовались этим. Параллельно шло развитие этой конструкции, в частности, вот Жан-Лизагюлье, известный в свое время человек, автор такого труда, как, по-моему, он назывался... Вот, ладно, не буду врать, не помню. В общем, что-то типа философия природы или как-то так. Это был в свое время фактически труд по общей физике. То есть такое справочное пособие по всем достижениям современной на то время физики. И там он привел свою конструкцию доработанную. И, в частности, он же уже после смерти Севери по указанию Петра Первого был закуплен в Англии насос для фонтанов летнего дворца в 1718 году. И вот Жан-Лизагюлье как раз и занимался его установкой. По всей видимости, у него был какой-то свой интерес в этих изобретениях, точнее, в их донесении до масс, потому что в книге он написал очень интересную такую фразу. Ну, я ее не стал приводить, потому что она очень длинная. Но смысл был в том, что, в общем-то, в изобретении Севери нет ничего интересного. Он всего лишь скопировал идею Эдуарда Сумерсета, маркиза Вустера. И, а чтобы никто не догадался, он скупил все доступные ему книги Вустера и сжег их. То есть примерно так. Ко мне об этом рассказал его друг, с которым я вот общался. Ну, в общем, я так понимаю, он продвигал свою идею своего котла. А поскольку патент был у Севери, он успел запатентовать свое изобретение, то надо было доказать, что, в общем-то, ничего особенного там патентовать не надо было, и можно и другие двигатели использовать. И, в общем-то, игра стоила свеч, как я понимаю, потому что вот здесь приведен вид одной из шахт Хорнеола. Сейчас это музей под открытым небом, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. А тогда это вот было большое количество шахт, которые добывали олово. Значит, если вы помните карту, это самый низ Великобритании, это вот самый нижний полуостров. И там еще с доримских времен добывали олово и также частично медь. И вот в этот момент, как я уже говорил, основными как раз потребителями паровых двигателей были рудокопы Карнеола. И что им могла предложить современная на то время наука и промышленность. С предложением следующим вышел Томас Ньюкомен. Вместе со своим партнером... Значит, ну, по роду деятельности он был кузнец, то есть работал с металлом. И, в общем-то, это было важно, потому что в то время сделать какую-то установку, не имея навыков работать с материалом, ну, это было практически невозможно, потому что некому было обратиться. Если вот ты сам не умеешь с этим работать, то даже ты какую-то модель не сможешь создать. Ну, Томас Ньюкомен, соответственно, имел большой опыт. И, кроме того, его коллега, жестянщик, ну, тоже человек, работающий с металлом, Джон Коули, помогал ему в этих разработках. И они предложили следующий паровой двигатель. Это вот уже был настоящий паровой двигатель с поршнем, который использовал Дей Попена. Значит, та же самая схема. Есть цилиндр, есть поршень. Здесь получается пар. Здесь, как видите, внизу отдельный паровой котел. Из него пар поступает в цилиндр. Соответственно, клапана закрываются, и цилиндр охлаждается. Пар конденсируется, создается разряжение, идет вниз поршень. Поршень через балансир тянет за собой, ну, точнее, поднимает что-то, с чем он связан. Ну, а связан он с водоотсасывающей машиной, с водоподъемной машиной. Ну, соответственно, дальше этот цикл повторяется. Но проблема была в том, что, ну, во-первых, в течение минуты он делал примерно 6 ходов. То есть, опустился балансир, ну, опустился шток, потянул за свой балансир, поднялся, запустили пар, ждем 10 секунд, пока пар туда поступит, сконденсируется. В общем, его скорость была совсем маленькой, эффективность еще меньше. То есть, КПД тепловой его там на уровне десятых долей процента. Но это было что-то, это был на тот момент самый эффективный двигатель. Соответственно, его, по возможности, все покупали, у кого были деньги на то, чтобы купить. Ставили на шахтах, откачивали воду, продолжали добывать полезные ископаемые. Значит, ну, он, конечно, постепенно подвергался усовершенствованиям. В частности, да, кстати, забыл сказать, вот к цилиндру поршень прилегал очень плохо. То есть, между ними были довольно большие зазоры, через которые, разумеется, проходил пар, что снижало эффективность. Чтобы этого избежать, сверху на поршень наливали слой воды. Ну, такой своего рода водяной затвор получался. И однажды было замечено, что если вода попадает внутрь через неплотности, то ход поршня более резкий. Соответственно, провели эксперименты, установили, что впрыск воды в цилиндр, он существенно повышает скорость конденсации пара. Соответственно, эффективность и скорость работы двигателя. И вот здесь вот как раз уже показана система впрыска внизу. То есть, когда туда поступал пар, потом впрыскивали воду, пар резко конденсировался, и двигатель работал быстрее. Ну, и вот это вот, вот эти вот тяги многочисленные, это уже система автоматизации, когда клапана перекрывались уже не вручную, а в зависимости от хода поршня. То есть, были жестко связаны со штоком, с поршнем. Вот так вот выглядел и сейчас выглядит паровой двигатель Ньюкомена. Это один из музеев под открытым небом в Великобритании, и это абсолютно работающая реплика двигателя Ньюкомена. Хотя в свое время исследователям пришлось сильно повозиться, чтобы его сделать и, главное, запустить, потому что даже при нынешних технологиях это было очень непросто сделать, но, тем не менее, сейчас вот его, как видите, регулярно запускают. И туристы, кто интересуется историей техники, могут на него наглядно посмотреть. Вот. Ну и, соответственно, в первую очередь, опять же, эти двигатели устанавливались на шахтах Корнуола, а также на угольных шахтах, в основном, в первую очередь, Ньюкасли, где в то время добывали большую часть британского угля. Опять же, шли дальнейшие разработки. В это время, в частности, немецкий ученый Якоб Лайпольд предложил вот такую вот схему. Здесь уже два цилиндра, пар перетекает из одного в другое, но эта схема осталась только на бумаге, реализовать ее он не смог. Ну и еще одним, еще одной книгой, которой впоследствии уже пользовался УАТ, где описывались паровые двигатели того времени, это книга Бернара де Беллидора, французского военного инженера, который также издал четырехтомную книгу гидравлической архитектуры, где он написал всякие вот такого рода двигатели. Ну и, наконец, переходим уже к Джеймсу УАТ. Вот, здесь вы видите его родной городок Гринок, где он родился в 1736 году. А вот так вот выглядел этот городок как раз во времена УАТа. Происходил он из небогатой семьи, отец его занимался изготовлением и продажей различных инструментов, приспособлений, то есть был таким техником, отчасти строителем. Ну, в то время это было нормально, такой человек технического образования, который может там и для себя, и для соседей что-то сделать руками. Но также он занимался различными проектами, вплоть до колониальной торговли. То есть в то время как раз уже осваивалась активно Америка, прочие заморские территории Англии. И он участвовал в этом, правда, в небольшой степени. В общем, семья была, хоть и не бедствовала, но особого достатка не было. А мать его принадлежала довольно знатному роду Мюрхедов. И это важно, потому что ее брат, Джон Мюрхед, был профессором в университете Глазгу, что повлияло значительно на судьбу УАТа. В 1754 году он отправился в Глазгу, ну, по решению семьи, чтобы там обучиться ремеслу, как тогда говорили, мастера математических инструментов. То есть человека, который умеет изготовить, починить, настроить различные научные оборудования, ну, либо навигационные оборудования, там, астролябии и так далее. Вот так вот выглядел Глазгу, когда в него приехал УАТ. Значит, год он прожил у своего дяди, в это время подрабатывал в университете этим самым починкой приборов, но, значит, через год он отправился для совершенствования своих навыков в Лондон. Там он нашел, соответственно, мастера, который занимался, работал над этими инструментами, и год проучился у него, после чего вернулся уже на постоянную должность обратно в университет Глазгова. Значит, здесь вот как раз приведена, правда, это на сто лет раньше УАТа, но, тем не менее, за это время ничего особо не изменилось. То есть это кабинет астронома, и здесь видны масса приборов для измерения, для наблюдения. Вот, собственно, это такой инструментарий ученого того времени. А сам УАТ, это если наверняка кто-то либо смотрел, либо слышал фильм «Москва слезам не верит», вот там один из главных героев, Гоша, он же Гога, он же Жора, вот про него там говорят, что ему как раз множество кандидатов и докторов наук обязаны своими диссертациями. Вот УАТ был в университете Глазга как раз таким Гошей, то есть он изготавливал и чинил все инструменты, все научные приборы, которые нужны были профессорам и слушателям университета. Вот так вот сейчас выглядит, точнее, университет Глазгова, это его новое здание, а вот на маленькой гравюре это то, как он выглядел во времена УАТа. Здесь он познакомился со многими и профессорами, и студентами, и среди них был Джон Робинсон, впоследствии физик и математик довольно известный, и профессор тоже университета. А в то время Робинсон только что закончил университет Глазгова, сначала он хотел поступить в обучение дальнейшее к одному из профессоров, но ему сказали, что он еще слишком молод, и типа, пойди погуляй. Погулял он на войне англо-французской в Канаде несколько лет, после чего вернулся и все-таки поступил в университет на желаемую должность. И ко времени, о котором мы говорим, сейчас это 1761 год, когда УАД впервые как раз с подачи Джона Робинсона приступил к первым опытам по использованию силы пара. Опыты эти были скорее такие пока ознакомительные, то есть он почитал все, что можно было почитать на это время, то есть труды Беридора, Лепальда, остальных, обсудил с теми, кто занимался в университете этими проблемами. Но в это время Робинсон опять был вынужден покинуть университет на несколько лет, а сам УАД в это время ему было, мягко скажем, не до пара, потому что в своей мастерской, ну, понятно, что хотя он чинил и делал все, что можно в университете, заказов было не так много, ну и жалование было не очень большое. И у него оставалось время свободное, и он мог свою, свою, не лабораторию, простите, мастерскую по договоренности с университетом использовать, ну, для своих личных нужд. То есть он брал заказы на стороне, чтобы как-то там прокормить себя, свою семью. Ну, поскольку сам он был, я еще на этом остановлюсь, он очень далек от коммерции, она просто ему претила, и поэтому более-менее дела его пошли в гору только когда он взял в компанию Джона Крейга. Значит, этот человек как раз вел все, весь бизнес их, договаривался, искал заказы, а УАД, соответственно, делал всю техническую работу. Поскольку, опять же, даже в таком достаточно крупном городке, как Глазго, научных инструментов было не очень много, то они в дальнейшем взялись также чинить и ремонтировать музыкальные инструменты, продавали их, а потом перешли, ну, помимо музыкальных инструментов и научных приборов, на продажу различных металлических, ну, не безделушек, а галантереи, скажем так. И, по-видимому, именно в это время он познакомился со своим будущим главным партнером по жизни и по разработке паровой машины Мэтью Болтона. Потому что именно Болтон в Бирмингеме производил вот эту вот всю продукцию в то время. Но тогда, даже если они тогда именно познакомились, а не позже, в общем-то, это не произвело никаких особых, не имело никакого эффекта, потому что в то время он занимался как раз другими вещами, еще не думал так серьезно о паровой машине. Начал он свою деятельность в этой области в 1764 году, когда к нему обратился профессор Андерсон, соответственно, тоже из университета Глазго, с просьбой починить вот эту вот модель машины Ньюкомена. Именно вот эту модель, потому что это та самая модель, которую чинил УАД, сейчас она находится в музее Хантериан, это музей университета Глазго. Поработав над этой моделью, он обнаружил, что в самом ее устройстве есть существенные дефекты, которые можно исправить для повышения эффективности. В чем была его основная идея? Вот это вот, то, что я уже показывал, машина Ньюкомена, а вот это вот, первая разработка УАД. В чем разница? Как установил УАД, вот, чтобы машина работала эффективно, нужно, чтобы цилиндр ее был всегда горячим. Тогда пар будет, соответственно, горячим. Ну, эффективно образовываться. А вот чтобы пар эффективно, чтобы пар хорошо работал, нужно, чтобы он быстро конденсировался. Для этого цилиндр должен быть холодным. То есть, ну, понимать, что один цилиндр не может одновременно быть холодным и горячим. Поэтому, поразмыслив, какое-то время, он пришел к идее конденсатора. То есть, отдельной емкости, которая будет как раз охлаждаться, и где будет конденсироваться пар. А цилиндр останется горячим. Ну, как бы, нормальная идея, но ее надо было еще и реализовать. И вот здесь, как раз, можно поговорить о названии лекции. Ну, здесь я выписал современное определение, что такое бизнес-ангел. И, как мне кажется, они как нельзя более подходят к тем людям, с которыми в дальнейшем работал УАД. Значит, это некий частный венчурный инвестор, который обеспечивает финансовую и, что важно, экспертную поддержку компании на ранних этапах развития. Ну, дальше там, еще перечисления более подробные. Но, вот как раз, чего не хватало УАДу, это не только финансовый, но и организационной поддержки. Потому что, как я уже говорил, деловыми отношениями он заниматься категорически не любил, они ему просто претили. И для того, чтобы он эффективно разработал свою паровую машину, а, следовательно, предложил ее на рынок потребителям, ему нужен был обязательно человек, который бы брал на себя эти обязательства. Ну, первоначально его друг, хотя он и несколько его старше, а нет, вру, он примерно ровесники, Джозеф Блэк, профессор университета Глазго, он, поскольку он сам работал, как раз в это время, создавал теорию тепла, вообще, это очень достаточно известная фигура физики и химии. Он открыл углекислый газ, открыл магний, и также вот все, что мы там в физике изучаем, теплоемкость, теплосодержание, скрытая теплота, плавление, парообразование, вот это все придумал Джозеф Блэк. И как раз вот в это время, когда он общался с УАТом, он занимался разработкой этой теории. И по возможности, соответственно, помогал УАТу, в том числе и финансово, потому что своих денег у УАТа было мало, надо было содержать семью, тот маленький бизнес-мастерской, во-первых, приносил не очень большие доходы, а во-вторых, в 64-м году его компаньон Крейг умер, и, в общем-то, после этого мастерская закрылась, потому что сам он не имел возможности вести все эти дела. Но, разумеется, средств простого профессора, хотя и сына производителя вины из Франции, было недостаточно, поэтому Блэк, подумав, предложил идею УАТа одному знаменитому шотландцу, ну, в то время знаменитому, сейчас уже гораздо менее известному, Джону Робаку. Значит, к сожалению, его изображение не сохранилось, поэтому пришлось показать фотографию его могилы вместо его изображения. Значит, он по образованию был медиком, но, ну, и также изучал, конечно, химию, пока учился на врача в университете, это было необходимо, Бирмингема, но химию, увлекла гораздо больше, чем медицина, поэтому он, ну, поскольку имелись средства, проводил массу экспериментов, и, в частности, разработал несколько способов для металлургов Бирмингема по работе с металлами. Он предложил способы очистки серебра и золота от примесей и разработал способ использования угля в металлургии, что, в общем-то, в то время еще только начинало, только зарождалась эта индустрия. Это дало ему первый, такой первый небольшой капитал. Он продолжил свои исследования, организовал лабораторию по химическим исследованиям, которую руководил его друг и партнер Сэмюэль Гарретт. Значит, самой главной разработкой в этой лаборатории, ну и вообще Джона Робака, был способ производства серной кислоты в больших объемах. Дело в том, что до этого серную кислоту получали в небольших стеклянных ретортах. Он же предложил получать ее в больших камерах, которые были футерованы свинцовыми пластинами. Ну и с химией хорошо помню, что свинец пассивируется с серной кислотой, и дальше ей уже не разъедается. То есть его можно использовать в качестве защитного покрытия. Вот это принесло ему действительно значительные деньги, потому что в то время текстильная промышленность Великобритании шла на подъем, а серная кислота активно использовалась при отбеливании тканей. чтобы эту волну оседлать, если можно так сказать, робок вместе с Гарретом построили около Эдинбурга большой завод по производству серной кислоты и таким образом переместились из Бирмингема в Шотландию. Значит, в скором времени еще одна идея пришла, точнее ему подсказали, ему она понравилась, робоку, построить в Шотландии крупный металлургический завод. Опять же, начиналась уже промышленная революция, требовалось все больше конструкционных материалов, а в Шотландии были значительные залежи руды и угля, но практически не было металлургических предприятий, ну, небольшие мастерские только были. И вот робок в 1760 году вместе с компаньонами основывает, ну, к сожалению, вот он тут виден только на горизонте чуть-чуть, знаменитый завод Кэрон Айрон Воркс, соответственно, на берегу реки Короны. Значит, чем он знаменит? В первую очередь своими пушками. Если кто интересуется военной историей, особенно истории флота, наверняка слышали в такой зоне, как Коронада. Это как раз пушка специальной конструкции, в первую очередь для флота, которую придумали и начали выпускать на заводе в Короне. Ну, правда, это было уже чуть позднее, но здесь я хочу сделать небольшой такой экскурс в сторону, чтобы вас немножко развлечь. Сейчас. Так, сейчас еще один момент. Значит, для того, чтобы этот завод был образцом, а Робок вообще любил делать такие именно образцовые, по последнему слову, науки и техники предприятия, он пригласил туда Джона Смитона. Этот человек считается первым гражданским инженером, потому что до этого в основном инженерией занимались военные люди. Ну, понятно, что надо как-то перемещать артиллерию, там, наводить ее на цель. В общем, в основном все, все разработки шли в военной области. А поскольку начавшаяся промышленная революция уже, так сказать, предъявила заказ на гражданских инженеров, то вот Джон Смитон был первым таким, ну, считается, по крайней мере, крупным деятелем в этой области. Он, опять же, оборудовал завод в Короне по последнему слову техники, в том числе поставил туда свои меха цилиндрические, то есть до этого как подавали воздух, ну, например, в доменную печь. Так же, как вот в Кузнечный горн, то есть такие меха в виде гармошки, только очень большие. А он предложил делать поршневые меха, ну, вот то же самое, что в паровой машине. То есть есть цилиндр, есть поршень. Поршень давит, вытесняет воздух. Гораздо эффективнее. Если работает поршень в обе стороны, то еще эффективнее. В два раза больше воздуха подается. Ну, и там была масса еще дополнений, изобретений, которые Смитон внедрил. И, кстати, вот этот вот двигатель, который здесь изображен, тоже разработал это вот как бы максимальная степень развития двигателя Нью-Комена. Здесь вот все, что можно было улучшить, Смитон в нем улучшил. И этот двигатель был поставлен в конце 18 века по заказу Екатерине II в Кронштадте. Там он осушал один из доков для ремонта кораблей. Так что, в общем, ну, да, ну, как раз мы заговорили о связи Коронского завода и России. И вот обещанное отступление в сторону. здесь такой неожиданный момент, когда-то он был неожиданным для меня самого, как Джеймс Уатт связан с Александром Сергеевичем Пушкиным. Он оказывается, фактически, через пять рукопожатий, даже через четыре. Значит, что я имею в виду? Ну, то, что Уатт был знаком с Робаком, это понятно, об этом я только что рассказал. А вот на заводе Робака в Короне работал такой человек, ну, он не просто работал, он был одним из управляющих. Он был зятем как раз Гаррета, Самюэля Гаррета, который близкий друг Робака. И он был, значит, Чарльз Гаскоин, вот этот вот человек, он был одним из управляющих этого завода и в том числе как раз разработал технологию производства вот этих пушек Коронат. Как ни странно, как ни странно, британское правительство почему-то отпустило его с этой технологии в Россию, когда его туда пригласили по предложению адмирала Грейга. И он туда уехал, ну, к нам туда, к нам уехал не просто с технологии у себя в голове, он привез все оборудование, он привез целый ряд специалистов и даже уголь и огнеупорные материалы. Ну вот, честно говоря, для меня загадка, почему его так легко отпустили. Ну, правда, мне попадалась версия, что английское правительство это сделало для того, чтобы, скажем так, немножко уравновесить Швецию в международных делах. Если Россия получит технологию производства пушек для флота, то вроде как это повлияет на их отношения со Швецией. Ну, не знаю, может быть. Но, так или иначе, Чарльз Гаскоин приехал в Россию, и так, ну, хотя он приехал по контракту, но какое-то время, потом контракт был продлен, и в итоге он так и остался в России до самой своей смерти. Но, за это время, он успел много чего сделать. Значит, приехал в возрасте 48 лет, и, как и обещал, действительно, основал в Петрозаводске на Александровском заводе эффективное производство пушек. Там было минимальное количество брака, передовые по тому времени металлургические технологии. Ну, позднее, он, когда уже был присоединен Крым, и надо было осваивать южные территории, Екатерина II командировала его туда, и там он, ну, чтобы она там организовала металлургическое производство, и там он, в частности, основал город Луганск, ну, который сейчас у всех на слуху. Вот это как раз его заслуга. А как он связан с Пушкиным? Значит, дело в том, что его младшая дочь Мэри была жената на, была замужем за видным горным деятелем того времени, который руководил монетным двором в Петербурге, Александром Марковичем Полторацким. А вот этот тут молодой человек, также Александр Полторацкий, это их сын и, соответственно, внук Гаскоина. И вот он как раз был непосредственно знаком с Пушкиным. Ну, есть такая версия, которую, правда, пушкинисты не очень ей доверяют, что он как раз был одним из прототипов Евгения Онегина. Ну, собственно, и по типажу подходит, и даже по фамилии, потому что Петрозаводск находится на Нежском озере, соответственно, возможно, отсюда и фамилия. Но, опять же, говорю, за что купил зато продаю. Даже автор этой версии писал в своей статье, что, как бы, пушкинисты с ним не очень согласны. Вот. И, кроме того, Полторацкий познакомил Пушкина со своей двоюродной сестрой Анной Керн, которой посвящены слова, строки, я помню чудное мгновение. То есть, как ни странно, Джеймс Фуат через несколько, через нескольких людей, через несколько русскопожатий связан и с Пушкиным, и с русской поэзией, даже отчасти. Но это так, чтобы вам было не совсем скучно. Вернемся обратно на берега реки Короны. Так, слайд, переключился. Робок первое время просто переписывался с Фуатом и немножко помогал ему организационно. на своем заводе он заказывал, делал те детали, которые нужны были для машины УАТа. А УАТ, в свою очередь, его информировал о том, как идут дела. Так продолжалось несколько лет, пока дела Робока не стали идти, ну скажем так, под гору. Потому что он, поселившись вот в этом замке Кеннель, который он арендовал вместе с землями у лорда Гамильтона и занялся на этих землях разработкой каменного угля. И вот именно здесь ему понадобилась машина УАТа, потому что эти разработки каменно-угольные начали требовать все больше и больше денег для своего осушения. Фактически на этом он и погорел, потому что в итоге через несколько лет он был вынужден брать в долг у своих друзей, потратил там семейные деньги. Ну в общем в итоге пришел к разорению. Хотя заводы коронские продолжали работать, но сам он уже от дел отошел, поскольку скажем так, потерял все, что до этого приобрел. Но до своего разорения он успел помочь УАТу с получением патента и с постройкой новой уже более крупной лабораторной установкой по использованию пара. Вот здесь на заднем плане остатки домика, где работал УАТ над своей машиной. После того, как Робок разорился, его доля в патенте перешла как раз Мэтью Болтону, следующему и самому главному партнеру УАТа в постройке паровой машины. Как это произошло? Еще до того, как Робок разорился, УАТ вел переписку с Уильямом Смолом. Он несколько раз посещал Бирбингем, там они познакомились, а Уильямом Смол как раз был компаньоном Мэтью Болтона. И поскольку разработка явно была перспективной паровой машины, причина этого я уже сказал, то с одной стороны вроде бы надо было вкладывать деньги, с другой стороны УАТ к этому времени уже находился в договорных отношениях с Робоком и поскольку он был человеком честным, он не мог его, что называется, кинуть и уйти к другому компаньону. Он ждал до самого последнего, пока уже у Робока не кончились последние возможности участвовать в этом проекте. Но тем не менее, кстати, Болтон предлагал Робоку совместную работу. Вот есть хорошая цитата. Доктор Робок предлагает мне делать машины на три графства Англии. Этого мне делать по-моему не стоит, но мне стоит делать написал Болтон в своем письме. Это говорит о том, что он очень хорошо понимал перспективы этой машины и треть участия в одной третье предприятия его абсолютно не устраивало. Другой вариант не устраивал Робока. Но все решилось после банкротства последнего поскольку у него был небольшой долг перед Болтоном в счет этого долга Болтон забрал его права на патент. Таким образом УАД стал работать уже в Бирмингеме на заводе SohoWorks. А, нет, чуть подальше. Довольно известный в свое время завод принадлежащий Болтону, где он опять же его организовывал по последнему слову науки и техники. Но в это время до того как УАД успел переехать в Бирмингем опять на горизонте появилась Россия куда УАД пригласили на работу. Дело в том, что в это время у него было совсем туго с деньгами к тому же ему приходилось работать на постройке канала быть инженером по постройке канала и заниматься тем чем он не очень любил и в дополнение ко всему в это время умерла его жена то есть он был совсем в подавленном состоянии и в это время ну по всей видимости его друг Робинсон который в это время преподавал математику в Кронштадте будущим морским офицером видимо он организовал его приглашение в Россию УАД сделали совсем неплохое предложение от Петербургской Академии наук и вот его друг Эразн Дарвин кстати дедушка Чарльза Дарвина написал ему такие строки я думаю вы их уже успели прочитать там он выражал свой испуг от того что русский медведь тащит УАД в свою берлогу ну в общем в итоге УАД ну видимо его дела немножко поправились это кстати к слову о том что специалистов не очень-то выпускали из Великобритании и судя по всему на это работала и пропаганда того времени то есть здесь вот есть такие слова что мы видели следи многих ушедших туда но очень немногих возвращающихся оттуда ну имеется ввиду Россия то есть ну там не так было все плохо все-таки специалисты и уезжали и приезжали и в общем-то многие очень неплохо обосновались в России но вот не очень-то их хотели отпускать в том числе вот такими пропагандистскими заявлениями что в России мол не очень хорошо вам будет так что-то опять сколько времени примерно минут 5 сейчас уже заканчиваем ну собственно вот это вот предприятие Болтона в Бирмингеме знаменитый Soho Works где делали первые паровые машины УАТовские и пара слов с чем вообще пришлось столкнуться почему были такие проблемы в производстве паровой машины ну вроде бы да идея есть давайте делать давайте строить но нет УАТ много раз жаловался в своих письмах что главная причина с проблемой в постройке паровой машины это как он написал кузнечная работа то есть работа с металлом значит что имелось вообще в наличии имелось очень немного а именно чугун и железо никакой стали а уж тем более сплавов тогда и в помине не было точнее сталь была но ее было очень много как раз способ более-менее получения более-менее приличной стали в это же время разработан был соотечественником УАТа Бенджамином Генсманом но во времена УАТа стали еще фактически не было значит ну как раз здесь я вкратце покажу как это происходило в доменной печи выплавляли такие вот металлические здесь крупнее металлические чугунные как это называли штыки ну и сейчас их так называют и дальше их переделывали в железо ну это если нужно было железо если не чугун их просто переплавляли в токе в сильном токе воздуха соответственно металл стекал по углю обезуглероживался сильным током воздуха и формировалась вот такой вот комок называемый крица состоящий из чистого железа ну практически чистого ее потом отковывали под молотом бруски и собственно вот уже из этих брусков делалось все остальное что надо было сделать соответственно сами понимаете что качество этого металла было не очень высоким кроме того железа это все-таки материал довольно мягкий но если его надо было сделать твердым его цементировали с получением стали но это отдельная задача его цементировали только в твердом виде то есть обратно возвращали уже углерод в металл если нужна была твердость и если требовалось какой-то крупный образец изделия сделать то его отливали из чугуна в качестве из чугуна отливали вот эти вот детали а именно цилиндры паровых машин ну и единственным способом получить более-менее приличную поверхность это было ее обточить вот здесь вот как раз приведены два способа обточки но они примерно в одно время изобретены один который сверху это изобретение Смита на котором мы уже говорили ну то есть такая коронка которая вращается внутри ну сначала ствола поскольку это была артиллерийская технология которая потом была перенесена на гражданку скажем так а потом уже она же применялась для производства цилиндров и аналогичную конструкцию предложил Джон Уилкинсон знаменитый британский железозаводчик и автор очень многих изобретений в области металлургии за что даже получил прозвище от современников Iron Mad чугунно-помешанный значит вот на его могиле даже чугунный обелиск стоит по его собственной просьбе ну а УАТ с Болтоном продолжали работать продолжали совершенствовать свою машину на это ушло несколько лет вот одна из таких промежуточных стадий находится в лондонском музее науки ну вот это памятник УАТу это памятник УАТу Болтону и их коллеги в Бирмингеме и завершая нашу лекцию еще пару слов про то как они продвигали свои изделия ну соответственно с корнеольскими горняками у них проблем не было те буквально стояли в очередь за паровой машиной что даже создало большие проблемы потому что УАТ просто разрывался между Бирмингемом и корнеолом каждую машину надо было запускать как бы лично потому что они все были разные никакой стандартизации еще не было про материалы я только что сказал то есть ему приходилось ездить туда-сюда постоянно жить то там то там чтобы просто запустить машину в ход но все-таки он с этим справился несколько десятков машин за несколько лет они туда поставили и Болтон как очень такой талантливый бизнесмен смотрящий далеко вперед предложил значит так сказать расширять сферу производства сферу деятельности и в Лондоне открыл вот такую первую в мире паровую мельницу называлась мельница Альбиона это был такой шоурум где всем кто хотел узнать о новой машине она демонстрировалась показывалась как она работает как она мелит зерно в общем все замечательно но вскоре мельница сгорела ну в принципе никто особо не жаловался потому что все уже успели посмотреть но что интересно вот эти вот две иллюстрации карикатуры они показывают собственно отношение в обществе в то время к паровой машине то есть на верхней показаны показан пожар и там скачут чертики которые подливают наверное масло в огонь ну посыл понятен то есть когда работает водяное колесо все видят как оно работает что является движителем когда работает паровая машина что там сидит в цилиндре ну не иначе как черти тут вариантов даже нет вот а второе это производители муки обычным способом с помощью ветряных мельниц и водяных мельниц они разумеется радуются что их конкуренту который продавал муку по гораздо более низкой цене что мельница эта паровая сгорела ну в общем все было непросто я надеюсь что я так немножко вас вам на самом деле эта история она о ней можно рассказывать гораздо дольше как вы понимаете с техническими подробностями тем более ну поскольку время у нас ограничено пора заканчивать в общем все кончилось хорошо то есть УАД и его компаньон Болтон даже попали на современную банкноту то есть в Великобритании их помнят любят ценят ну что совершенно понятно к 1788 году они уже окончательно разработали свою машину уже все возможные дополнения которые были были сделаны и они дальше уже ее просто производили а в 1800 году они уже окончательно отошли от дел передали производство машин своим сыновьям а сами ушли на покой вот так выглядело предприятие SohoWorks когда его оставили отцы-основатели и скажем УАД ну он не мог просто жить в своем имении он большую часть времени проводил в мастерской сейчас эта мастерская сохранена вот вы ее видите опять же в Лондонском музее науки там он разрабатывал всякие мелкие проекты ну такое изобретатель на покое который делал то что ему нравится а не то что от него требует общество скажем так и что может принести деньги ну а Мэтью Болтон он поскольку не был изобретателем ну хотя конечно он какие-то деловые деловые контакты поддерживал но в принципе жил уже в свое удовольствие в своем доме Soho House кстати в нем собирались вот практически все члены того общества о которых я сегодня говорил поскольку ну фактически это была одна тусовка куда входили промышленники передовые того времени ученые и называлось это все лунное общество поскольку они собирались в этом доме в ночь полнолуния в Бирмингеме ну чтобы как гласит легенда под лунным светом возвращаться удобнее возвращаться домой поскольку тогда еще уличного освещения не было ну в общем благодаря как раз этому кружку эти идеи циркулировали между всеми его членами что в общем-то привело в немалой степени способствовало развитию промышленной революции спасибо за внимание надеюсь что не сильно вас утомил вопросы какие-то будут значит ну чтобы бронза использовалась вот в промышленности я честно говоря не слышал я думаю что скорее всего из-за ее дороговизны медь использовалась частично но в паровой машине ее довольно сложно использовать во-первых она мягкая достаточно во-вторых опять же температура ее плавление достаточно низкая и она очень теплопроводная то есть там большие потери будут вот когда УАД делал лабораторные свои машины ну еще такие даже не машины еще установки небольшие он там использовал медь он использовал Олова в общем он там с разными материалами экспериментировал но для большой машины это просто запредельно дорого будет я так думаю в первую очередь ну и по случаю сразу как вопрос характерная мощность машины Миконина и машины Миконина как у тебя позвонит так 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 ну вот на ватты как раз не скажу мне попадалась цифра где-то вот порядка 20 лошадиных сил ну там они разные были бывали там и 6 лошадиных сил там помощнее вот ну это первые конечно потом паровые машины там были не вот вот первый да это вот район там десятки лошадиных сил единицы точнее десятка а вот кстати КПД я говорил машины не коммуна это десятая десятая доля процента а уатт он все-таки он в 10 раз увеличил там порядка 2-3 процентов было КПД существенно выше ну по сравнению с тем что было тем более да я забыл кстати сказать что вот паровые машины не коммена они в основном использовались на угольных шахтах где было очень много отбросов угля которые можно было использовать в качестве а вот в Корнуоле это было просто существенно дороже потому что это надо было вокруг половины Великобритании ну Британии острова Британии везти морем этот уголь соответственно тоже удорожало и на этом уата играл на экономии топлива